Сегодня стали неизвестны имена претендентов на самую престижную литературную премию. Жюри Букера обнародовала шорт-лист, в нем шесть претендентов. Например, австралиец Питер Керри, он уже дважды доставился Букера, и если победит, то станет первым трехкратным лауреатом премии. Напомним, у нас в студии критик Николай Александров. Скажите, к сожалению, российскому читателю, кстати, может быть, я ошибаюсь, поправьте тогда меня, фамилии, попавшие в этот список, ничего не говорят в массе своей. Это нормально? Почему так? На самом деле имя Питера Керри уже достаточно хорошо известно, и его романы, которые ему принесли Букерскую премию, «Оскар и Люсинда и правдивая история банды Келли», я напомню, что Питер Керри – это австралийский автор, правда, давно живущий уже в Америке, они переведены и в достаточной степени известны. Остальные пять претендентов в большей степени, конечно, известны в британском мире, хотя, к сожалению, на русском языке их переводы пока еще не появлялись. Но я могу назвать имя еще одного претендента, кстати говоря, ставки букмейкеров на это имя, наивысшие два, к одному – это Том Маккарти, который автор на сегодняшний день трех романов. Его роман, который посвящен началу 20 века, Первой мировой войне, он, собственно, и вошел в шот-лист Букеровской премии. И я думаю, что в ближайшее время Том Маккарти, один из современных и очень интересных британских авторов, будет переведен. Кстати, он в большей степени известен в художественной среде. И если уж говорить о том, нормально или ненормально присутствие произведений в России, этого британского автора, можно вспомнить, что его книги, первые две книги, не были изданы в Британии. Первое вышло во Франции, а затем второй роман появился в Америке. Он долгое время вообще не сотрудничал с британскими издательствами. Так же, как и остальные авторы, в меньшей степени известны, но уже достаточно хорошо знакомы британским авторам и книгоиздателям. Это и Ховард Якобсон, и Эмма Донах, ирландская писательница, которая живет в Канаде. И, наконец, Дэймон Гелгиут, еще один представитель британской колонии, но если иметь в виду Южную Африку, как ту страну, которая достаточно часто принимает участие в этом престижном литературном конкурсе, можно назвать еще одного лауреата, лауреата, писателя Кудзе, южноафриканского автора, который также, как и Питер Кэрри, стал дважды лауреатом Букеровской премии. Иными словами, Букер, в конце концов, это и путь к российскому читателю. Известность британского автора открывает возможности и для появления его в России. Коротко скажите, вот, например, литературная Нобелевка считается в какой-то мере такой, в том числе политизированной, политической премией. У Букера есть какая-то своя особенность? Конечно, есть. И здесь тоже можно говорить о той тенденции к политкорректности, которая в последнее время наблюдается в Букеровской премии. Именно поэтому очень часто остро-социальные романы, романы, которые так или иначе затрагивают социальные вопросы, они оказываются в центре внимания. Этот год на самом деле не исключение. Роман, например, Гэлгютт, южноафриканского автора, отчасти этому посвящен. Ну, я уже не говорю о еще одном претенденте на Букеровскую премию этого года, Эндре Леви, который свое произведение, долгая песня, посвятил освобождению ямайского народа от рабства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова